ПЕСНЯ 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 Ну что, будем? ПЕСНЯ ПЕСНЯ Дорогие друзья, так случилось, что именно сегодня, 6 августа 2011 года, в праздник преображения Господнего, мы с вами в Киеве, в гостях у Валентина Васильевича Сильвестрова, чтобы поговорить с легендарным современным украинским композитором о красоте. Валентин Васильевич, в наше время о божественной красоте мира, который нас окружает, как-то не принято говорить. А античность, которую Винкельман называл чистой, безболезненной красотой, величавой и благородно сияющей в своем спокойствии и простоте, античность, в которой, по его словам, совпали красота, возвышенная душа и мудрость, вообще бесконечно забыто. Хотя, казалось бы, все так просто в этой триаде. Мир, окружающий нас, природа, человек и искусство. И его безусловная красота, имеющая неоспоримо божественное происхождение. Что для вас красота? Ну, тут, можно сказать, неоднократно мы слышали и я на протяжении многих лет еще и советских, особенно там, когда после Пятой симфонии, которая, по-моему, во втором году сочиненная, такая гигантская кода симфонии, как бы симфония кода. И там много есть такой, как бы, возвышенной, нежной музыки, ну, такой, в большом оркестре звучащий. Это была, как бы, неожиданность в тот период, в пост-авангардной. И часто тогда употребляли такие, ну, в оценке вот такого рода, как бы, возвращение к красоте, даже такой очевидной красоте, когда вот музыка просто звучит, просто звучит белородная мелодия, без всяких выкрутасов там, ну, с определенной, конечно, своей какой-то загадкой, которая не сразу, может быть, распечатывается. Но, тем не менее, примерно то, то в этой мелодии может светиться, которое светится, например, какой-то тихий полдень, когда солнце сияет. И каждому человеку, независимо от его разума и его понимания, как-то вот становится в этот момент хорошо, и он даже не понимает, чем дело. Он понимает, что солнце там, тихо, тихо ветер, но это же есть такая красота мира, которая воздействует и на животных, и на людей, даже независимо от их образования и понимания. То есть есть такие явления, там, ночи, предзакатные, или раннее утро. Вот. Поэтому в это время, когда это все звучало, то некоторые люди, как бы расположенные к этому, они вроде как принимали это, но они говорили такую фразу «Тоска по утраченной красоте» в этом самом деле. Как интересно. На что я как-то отвечал таким, какая же это вообще этот разговор про утраченную красоту длится уже много тысяч лет. Вот. И начиная, по-моему, даже уже с античности. Вот. А какая же это утраченная красота, когда каждый день встает солнце, птицы поют, когда мы видим какие-то живые лица, живых детей, какие-то... Потом, когда мы здороваемся и пожелаем доброе утро, а не наоборот, не желаем друг другу. Значит, это входит в состояние мира более или менее вот это вот состояние красоты даже в таких вот обыденных вещах. Вот. Ну... Я понимаю. Только, конечно, если ты утром просыпаешь и проклинаешь это утро, то это другое дело. Но, тем не менее, утро не считается с твоими этими. Оно всегда доброе. Доброе утро. Это не даром. Это обычная вроде фраза. На самом деле она свидетельствует... Вроде как бы банально, она свидетельствует, что красота не утрачена, что она все время присутствует рядом. Это наше представление, что она утрачена. Она вокруг разлита бесконечно. Просто на нее нужно посмотреть как-то. Ну, это то, что Ивановский видит, да не видит, слышит, да не слышит. То есть дело-то в нас. Да, это дело-то в нас. Не красота утрачена, а мы утратили красоту. А красота рядом, она все время. Красота в отношениях между людьми, красота любящих людей друг друга, красота... Это вот я тут... Ну, часто вы употребляете этот... Ну, в своих концертах «Красота спасет мир». Ну, это из Достоевского. Приписываю Достоевского, хотя это, по сути, не Достоевский, сказал, это персонаж этого романа «Идиот». И он имел в виду не только красоту, но, в частности, это связано с Костой, Настасьей Филипповной, то есть женская красота. Ну, это тоже нельзя сказать, что это вот такая просто. Это же тоже, допустим, София, истина, это женского рода. Да, вот такие эти... Женская красота, это не просто только вид человеческий, это какая-то есть в этом. И сама красота, даже слово женского рода. Поэтому тут возникает вот такая вещь. И вот это то, что красота спасет мир, а я где-то, где-то... Сейчас, по-моему, у меня в одной книге Борхеса, «Светвление Борхеса». Ну, я сейчас не найду, но там «Светвление» только переведенное, переведенное на русский язык, но там перечисляются мирные занятия людей. Вот тот человек, который там в огороде копается, он перечисляет. Потом человек, любящий, восхищающийся фразой Сивенсона, потом человек, двое играющих в шахматы, потом человек, гладящий, спящий животное, и потом дальше выводы. Все они спасают мир. Как интересно. Знаете, вот обычные занятия мирные, такие, которых есть в этих мирных занятиях, нет этой злобы, нет этой... Есть какая-то красота вот этих отношений таких. Потому что потом красоту начали искать и в злобном, например, красота гротеска, или красота мусорника. Это тоже попытка эстетизировать даже вещи неприглядные. И этим, ну, допустим, даже занимались художники и прошлого, ну, допустим, даже и в Средневековье были, ну, гротескные эти. Или же, допустим, капричо «Звои», которые уже ужасающие, но там ужасное подано через... Ну, я не об этом. Я хочу сказать, что... Ну, а кроме того, вспоминается, в общем, важная вещь, тоже какая-то вроде обычная, и все могут ее повторять, но тем не менее она есть. Это добро, истинно, добро и красота. Это три ада. Истинно, добро и красота. А это то, что... Ну, на чем основан, как бы, ну, как бы мир держится. Тут, если, допустим, истину убрать, а оставить только добро и красоту, так там оно начинает... То есть, это друг друга, как бы взаимопитывающее. Если истина, так она впитывает и красоту, и добро. Если нет там ни красоты, ни добра, так это лжеистина. Это что и показала практика. То есть, некая взаимноуравновешенность. Ну, да. Если, понимаете, если, допустим, там фашизм или коммунизм, говорят о добре, ну, коммунизм говорил о добре всего человечества, а там о добре какой-то расы. А при этом позволяли себе делать насилие, там, и так далее. Это не входит в добро. Вот то, что называется такая лживая фраба, добро с кулаками, понимаете? Ну, так вот, добро с кулаками, это не значит, что добро должно быть безоружно или в каком-то смысле. Но не в этом смысл добра, что оружие или не оружие. Это совершенно другие вещи. И вот эта триада, которая друг друга подпитывает, если, допустим, в добре нет ни истины, и не красоты, так это тоже будет вот какая-то тоже лже. И, в общем, недаром эта Троица, понимаете? Вот. И поэтому, но об этом как бы легко сказать. Ну, и это как бы тривиально. Но тут по поводу тривиальности я хотел бы сказать, вот я тут обнаружил у Пастернака в его позднем люди положения, такое, как бы это биографический ошик. А там он говорит о Скрябине, о связи, когда он встречался с Скрябином, подростком еще. И потом он говорит такие вещи. Вот я процитирую это лучше шло. Вот он говорит так, люди это по поводу вот этой, вот этой как бы обычной, как бы всем известно, что есть иная добро и красота. Вроде они спасут мир. Это казалось бы, вроде всем уже на устах, все вот говорят. А на самом деле еще нужно, чтобы это ожило, чтобы это не было... И ничего не надо выдумывать. Уже все есть. Не надо не где-то, где-то уже... Но вот для того, чтобы это было, вот тут вот, вот тут вот и говорит очень хорошо, мне кажется. Говорит, вот он говорит такую вещь, что люди, рано умиравшие, Андрей Белый, Хлебников и другие, некоторые другие, перед смертью углублялись в поиске новых средств выражения. В мечту о новом языке. Нашаривали, нащупывали его слоги, его гласные и согласные. Это вот по сути авангард дел, дел, ну, в наше время. Вот. Ну, музыкальный. И вот дальше пацан говорит, я никогда не понимал этих розысков. По-моему, самые поразительные открытия производились, когда переполнявшие художника содержание не давало ему времени задуматься, и в торопях, в торопях, он говорил свое новое слово на старом языке, не разобрав, стал стар он или нов. Прекрасная фраза. Так, на старом моцартовско-фильдовском языке Шопен сказал столько ошеломляющего нового в музыке, что она стала ее вторым началом. И вот, и так, Скрябин, он считает, почти средствами предшественника обновил ощущение музыки до основания в самом начале своего поприща. Уже в этюдах восьмого или опуса или в прелюдиях одиннадцатого все современно, все полно внутренними, доступными музыке соответствуют с миром окружающим, с тем, как тогда жили, думали, чувствовали, путешествовали, одевались. И вот, очень-очень важно, мелодии этих произведений вступают так, как только же, как тотчас же начинают течь у вас слезы от уголка глаз по щекам к уголкам рта. Мелодии, смешиваясь со слезами, текут прямо по вашему нерву к сердцу. И вы плачете не от того, что вам печально, а от того, что путь к вам вовнутрь угадан так верно и проницательно. И вот тут он говорит очень важные вещи, связанные с тем, что вот красота и добро и истина. Вещами общеизвестными, ходовыми истинными, полно искусства. Хотя пользование ими всем открыто, пользование, общеизвестные правила долго ждут и не находят применения. Общеизвестная истина должна выпасть редко, раз в сто лет улыбающиеся счастья, и тогда она находит приложение. И вот таким счастьем был для Пастернака Скрябин. Особенно среднего периода. И вот дальше он как Достоевский, не романист только, и как Блок, не только поэт, так и Скрябин, не только композитор, но повод для вечных поздравлений, олицетворенное торжество и праздник русской культуры. И вот тут получается такая вещь, что вообще, почему мы вообще говорим, что о красоте? Ведь в искусстве не может существовать вообще как понятие, если в нем нет вот этого. Вообще ты должен просто отказаться от того даже понятия искусства. Если в нем нет красоты. Да, если нет красоты. Даже искусство сапожника или там оно связано с красотой, хотя оно вроде функционально и так далее. Понимаете? Они сегодня не говорят о музыке или поэзии. Значит, получается, что эта вещь фундаментальная, фундаментальная, но я опять подчеркиваю, что она не только сама по себе, но она вот еще очень действована в этой троице. Истина, добро и красота. Но опять же, это должен тот, кто говорит эти слова или тот, кто живет этим как-то понимать, что несмотря на то, что это всем известная истина, но ее и надо и придерживаться. И ничего нового вы не найдете. Пути только опять какие поиски не были, все равно сама жизнь и сама это самое вас вернет к этим плодотворным и истинным вот этим. Значит, получается такая вещь, что а тут же говорят, а как же поиски, а как же вот, чтобы искусство не стояло на месте. Так вот, в том-то и дело, для того, чтобы обнаружить вот это, вот для того, чтобы это не заасфальтированные были понятия, вот это и есть поиски, это есть поиски самого себя вот в этом понимании, потому что каждый человек приходит в мир заново, и он должен опять открыть это все. И вот это есть поиски. То есть, по-вашему, как вы говорите, нужно... Оно есть уже, но поиски, поиски заключаются не в том, что вот это есть, а оно уже устарело. Устарело не это, а устарело, ну, или покрылось пылью определенный взгляд на эти вещи. Вот это вот, и вот это, вот это ощущение новизны, новизны, которые каждый, ну, художник, который приходит, или человек даже, приходит в мир, он как бы с новыми глазами смотрит на это же самое, на это же солнце, на эту же землю, траву и деревья. Поэтому, получается, если сказать, так и деревья установили, устарели, и солнце устарело, и небо устарело, так далеко мы дойдем. Вот. А потом уже и я устарел. То есть, вот этим и кончится. Это вот такая вот, как бы, нигилизм, такой, как бы ничегоки, такие, ну, получается, да, получается, получается, тут мы вступаем в область философии, в частности, тут выглядывают какие-то высокие истины буддизма, когда человек лишается иллюзии, иллюзии для того, чтобы попасть в нирвану. Но иллюзии, это, это может быть иллюзии не те, вот, что нет красоты, а иллюзия в том, что красота есть, а ты ее не видишь. Вот в этом иллюзия. В этом иллюзии, наверное, в этом... Иллюзия, что красоты нет. Да. Владимир Алексеевич, ну и в этом получается и драма, потому что вот по вашему музыку или красоту музыки нужно дождаться, и вот сколько ждать, это большой вопрос. Как жить? Ну как, не, сколько ждать, но дождаться тут получается, а в определенный момент, она вот как Пастеряна говорит, переполняет, и тебе вообще не до этого дождаться. В определенное время нужно дождаться. Ну как, как охотник дожидается, так сказать, это... или там, как рыболов дожидается, он же должен дождаться, а не просто, так сказать, вот два раза и сразу... это очевидные вещи, но... но... и так же, как тот художник, который по Пастеряну переполнен содержанием, он же должен быть, тоже дождаться этого переполненного, а не идти, еще ничего нет, а он уже на бумаге что-то там лепит, понимаете? Я понимаю. А это, кстати, когда... когда это самое... искусство обрело такую достаточную автономию, ну, со временем, то выработалась такая вещь, что и дождаться не надо, уже есть технические приемы и так далее, и так далее. Как это делать, вот, и как писать, делать что-то, чтобы была иллюзия того, что текст существует, и вместе играется, что-то получается, и рассчитано, что публика вот будет к концу, там будет крещендо, потом тутти, а потом это, и будет орать, и аплодисменты, потому что это... Ну, рассчитана риторика общественной формы, такой, субытования в обществе. И она как бы надежная, но на самом деле она надежная одноразово, когда эти вещи проверяются любителю музыки, оно все опадает. Допустим, я вот недавно сейчас прослушал первый концерт Чайковского, популярнейшее сочинение, даже вот, ну, все его любят, особенно, так сказать, а профессионалы такие, даже кривят носом, профессионалы, что там есть кульминации, вот слишком, так сказать, открытые эмоции, и так далее. Да, там есть, это кульминации, там есть и рассчитанность риторическая, на то, чтобы аплодисменты, как бы, знаете, вот когда вот, ну, риторическая такая схваченность, ну, если бы только это было, но там же она наполнена такими чудесами мелодическими, такой схваченностью, потом какой-то такой страстностью, даже если есть эмоция такая прямая, то она не, она-то прямая по-общему, но по-по-семантике она с, она с такими ухабами, с какими-то неожиданностями, и я так поразился, что популярное сочинение, оно может быть популярное по этой линии, что оно сделано по законам риторики, ну, так сказать, ну, надежно, но этого было бы мало, если бы оно еще не было пронизано вот этой красотой этих мелодий чудесных, этих каких-то главных тем, и так далее, понимаете, и тогда эта риторика, она озарена какой-то невероятной, невероятной, ну, как вот бывает, такой вот день, такой, солнце в разгаре, да, торжество, все это, оно банально, но оно же, оно-то банально, но в этой банальности чувствуется неподдельная сила, даже если эмоция, допустим, прямая, такая, ну, вот кульминация, но в этой кульминации, когда вступает сама кульминация, то в этой кульминации еще поверх этого какие-то молнии, или какой-то невиданные красоты орел парит в этой кульминации орел, как тема, понимаете, вот, вот чем дело, значит, Получается вот такая вещь. Теперь еще одна, конечно же, вот такой концерт Чайковского, такой, который популярный во всем мире и очень публично, он всегда имеет большой успех. Конечно же, может быть, его сейчас и трудно слушать, ну, как бы у себя дома и так далее, ну, может быть, и в концерте, и тут про это говорят, но тут причина не в Чайковском, и не в этой самой, а причина в состоянии мира. И вот об этом очень хорошо сказал Аверинцев, он в предисловии к стихам Ольги Седокова, выдающаяся русская поэтесса нашего времени, вот он сказал такую вещь, это предисловие. Он сказал такую вещь, акустика нашего времени, акустика, ну, после 2000 года, это 2001 года в предисловии написано, акустика этого времени нашего так неблагоприятна для повышения голоса, для оркестровых хтути, словом, для патетики. Интересно. Потому что он считает, что вот именно в 20 веке зло было очень патетично. Ну, вот, понимаете. Ну, естественно, искусство тут не виноват, не виновата, но в каком-то смысле, когда оно совпадает, то, вот, возникает такое, я говорю, может быть, это временная позиция, но, 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 но тут есть, и вспоминаешь по поводу вот этой патетичности, и такое, такая, что это не только акустика нашего времени, но, по-моему, тут глубже, глубже вопрос, может быть, это не только наше время, потому что в Библии есть такая, такая фраза, что вот грянул гром там, это самое, там, но не в этом был голос Бога, потом грянуло там, горы обрушились, не в этом был тоже голос, повеял тихий ветер, в нем был голос Господнего Бога. То есть, то есть, какая-то парадоксальная вещь, что нельзя обольщаться масштабами, истина, истина не в масштабности, что там грянул гром там, это самое, а истина, может быть, в тихости, в тихости, она, она, может быть, именно, ну, парадоксальна, потому что масштабность часто, и такие монументальности, она подавляет человека, своей просто монументальности, и там, и там просто ему уже не до истины, просто он как бы, а вот именно то, то как бы незаметное, вот то вот является самым ценным, и оно может быть и в громе, оно может быть и в распаде грома, но именно вот это вот, понимаете, а это и есть, вот это вот невидимо, это вот и есть красота, потому что красота вот как просто вот такая, Ну просто это одно. А с другой стороны красота может быть пронизывает даже какие-то вещи, которые в внешности некрасивые. Например, красота какого-нибудь лица, которое по внешности может быть изуродовано, то ли какими-то шрамами, то ли просто природа. А красота светится через глаза, например, через улыбку. А другое лицо красивое, а смотришь, оно тупое какое-то, безжизненное, потому что глаза, душа не светит. Понимаете? Поэтому и в музыке красота это не просто только лишь красота самого звучания, но и вот это вот дуновение этого тихого, невидимого. И тогда и красота звучания внешне, она тоже преображается, она не является главным. Потому что когда говорят просто, что вот тихо звучит, тихо, красиво музыка, это еще не значит, что она содержательная. Ну просто вот как бы ненавязчиво. И громкая музыка, если она громкая, так это не значит, что она не содержательная. Потому что в ней тоже может красота, вот как у Чайковского. Она то громкая и такая, ну, гимническая, а в ней красота пронизывает. Вот все эти, даже если вот то, что громкое, это взять и сыграть тихо, то все равно не будет утрачена вот эта красота. Ну, что тихо, ну и, это, кстати, в баховской музыке часто, что сыграешь еще и тихим звуком, и более средним, все равно та же красота. Эта мысль, эту мысль очень хорошо иллюстрирует вот ваши богатели. Ну, в отеле тут получается так, что для них, тут такая вещь, конечно, их нужно играть в определенном режиме. Вот в режиме вот этого, ну, если бы библейскую взять, ну, конечно, без иллюзии, там, что это, что это истинно последнее. Что это не, что это тихий ветер. Если взять это, то, конечно, такой тихой музыки, ну, масса есть и в кинофильмах, там и так далее, но это еще не значит, что там есть это. Но условия для этого, да, должны быть какие-то определенные условия. Это особая форма изложения, особая бережность отношения к звуку, но этим оно не ограничивается. Это как бы условия для проявления, это тот тихий ветер, но в нем еще должен быть волос этой красоты. А волос этой красоты, это какая мелодия в этом возникает. А часто мелодию эту и не слышат, а просто слышат только эти внешние параметры этой красоты, что это нежно и тихо. А что нежно и тихо? Я почему вспомнил богатели, потому что для меня они, их воздействие для меня можно описать так. Они сначала завораживают, а потом провожают к тайне. Они захватывают и провожают к тайне. Это их какое-то такое особое воздействие, о котором, собственно, вы только что сказали. Тут получается такая вещь. Вроде бы тут ничего такого особенного нет, и особой, вроде бы, стратегии тут нет. Просто оно как есть, так и есть. Но я просто понял так, что есть... Вот тут тоже хорошо Ольга Седокова сказала одну вещь. Вот она, правда, сказала это о поэзии. Она говорит такое. И вновь требуется более прямое, исчезающее перед своим предметом слово. Понимаете? Она хочет более прямого, исчезающего перед своим предметом слова. То есть она хочет, чтобы слово было прозрачным, а не таким, знаете, заляпанным. Которое перед тем, что она изображает, чтобы оно как бы исчезало. Но не исчезло, а исчезало. Это я хочу... И вот таким сладко, собственно, она и хочет. Так вот, вот это вот очень близко к тому, что я с богателем. Потому что тут хочется музыки, которые... Ну, музыки, то есть вот фортепиано. Музыки, которые исчезают перед музыкой. И ты получаешь музыку просто вот в прямом своем значении. То есть ты музыкой исчезаешь перед музыкой. То есть звуками исчезаешь. И получается, если на эту волну фокус понимания навести, то есть ты слышишь музыку, которая... Ну, как вот то, что я сказал, платоновские идеи. Я даже в шутку иногда говорю к своим коллегам, которым я иногда дарю эти... Ну, композиторам. Что слушать необязательно. Ничего, кроме музыки, там нет. Ну, в этой шутке есть уже... Что именно музыка в самом таком как бы первичном виде, которое, ну, как зерно. Понимаете, зерно. В зерне уже есть и дерево, и цветы, и так далее. Ну, или же вот как идея, платоновские идеи. Что платоновские идеи, это предметы все, и весь мир, это тени от тех... Или наоборот. Или наоборот. Платоновские идеи, это тени, а это овесчисление этих теней. Понимаете? Так что тут получается, что такое ощущение должно быть, когда ты слушаешь эти вещи, или когда играешь, что ты играешь, что ты не играешь музыку кому-то, а ты находишься в такой зоне, что музыка перемещается в твое сознание, а она там звучит. Она звучит, как... Понимаете, получается так, свойство обертона. Ты нажимаешь струна, звучит, и ты нажимаешь в определенном месте легкое прикосновение. И вдруг возникает от этой струны обертон. Утклик. То есть не тот материальный звук, но все же этот звук, но там на октаву вышли, на две октавы, или там децимы и так далее. Так вот, это метафора. Вот в этих боготелях тоже, вот это благодаря этому прикосновению, какое-то странное ощущение, что музыка как бы сама возникает, а не материализуется, как это обычно. И в этом есть особенность, особенность этого стиля, потому что такая вещь могла быть возникнут только вот в этом промежутке, о котором сказал, говорил этот Аверинцев, когда акустика не была приятна для повышения голоса. Интересно. И получается, и для этого не было приятно. Но это вот, и тогда возникает вот такая, такая возможность. Но я не говорю, что она возникает, и о той возможности, а теперь вторая возможность, то, что это все эти мелодии, это тоже ходячие истины. Там вальсы, там, да, вроде как музыкальные ходячие истины. Но почему их не было сто лет? Они вообще, они находились там, в киномузыке, ну, когда нужно было там каких-то там всяких киножилов, они существовали, но на них это не было актуальным искусством. Это просто была такая, ну, ширпотреб такая. На самом деле, это, почему это ширпотреб? Это, этим пронизано все, что не возьмешь, ну, какие там, и Баха, и Шопена, и Моцарта, там все, все это есть. И потом вдруг, почему-то это все исчезло, и заменилось какими-то структурами, там, сонорным, там, каким-то гудением, там, и так далее. Да, это есть и в той музыке гудение, но семантическая, вот эта вещь, вот, и тут, вот, в этих богателях, это, это обнаружилось, как бы вам сказать, минималистская такая вещь, как бы очевидно, не закамуфлирована, не забита искусством. Я понимаю. Я просто сказал, что я как бы, как бы мне пришлось, благодаря этому, просто освободиться от композиторства, ну, кавычка. Путин, это очень хорошее. Освобождение от композиторства, что ты не сочиняешь музыку, а ты только ее, дожидаясь, дослушаешь и принимаешь. И принимаешь, конечно, когда ты принимаешь и записываешь, что ты, у тебя навыки композиторские какие-то остаются, но минимальные, понимаете? Понимаешь, чтобы не, чтобы не погубить. Не погубить. вот эта заповедь врача, не навреди. Вот это нужно, чтобы эта заповедь, не навреди и у композитора, и художника было, не навреди тому, что к тебе приходит. И не навреди не только тем, а не навреди своей искусностью. Своим ремеслом. Да, своим ремеслом. Не навреди. Твое ремесло дано не для того, чтобы вредить, искусно вредить, а для того, чтобы чутко принимать это. И бережно записать. Да, и бережно это все, все, значит, и вот это, вот это твое ремесло, ремесло, а другому, ну, конечно, оно имеет и другие функции ремесла, но, но, и какие-то другие, эти, но это тоже входит в ремесло, не навреди. Другое дело, что потом, полечи, лечи, например, то, что пришло и не дослушал, то ты лечишь уже мастерством, ну, каким-то, лечишь, но это видно дырки, пластыри накладываешь, мастерские и так далее, да, видно, и, но это ничего не подняло, что это свойство, несовершенство, ну, человек, даже гениальных композиций, когда видно, что тут что-то, что-то произошло, что-то не, что-то прервалось, и композитор своим мастерством, как бы, залатал эту, эту, эту раму, знаете, ну, просто, в богателях этого, этого нет, потому что это мгновенные формы, это формы мгновения, мгновение нельзя ничего залечить, оно, оно не под, мне не поддается лечению, оно или есть, или нет, у него только да и нет, и другого нет, а второе время, когда уже боли развернуты, там уже да, нет, потому что, и так далее, и пошло-поехало, а мгновение, а потому что, а в мгновении, как раз и присутствует, ведь и красота, и добро, и истина, это же... Ну, вы интересно очень сказали, я хочу сказать о богателях, что для меня богатели, это возвышенная или божественная просота, простота, это именно то, что нельзя ремеслом сделать, чем они проще, тем удивительнее их приход, и интересно, что вы закончили разговором о мимолетности, о мгновениях, само мгновение показывает, что ремесло, это, в общем-то, усердный труд, в течение определенного времени, мгновение может лишь прилететь вот сейчас. Ну да. Поэтому, что ни возьми, а нужно дождаться красоты. Ну да, нужно дождаться и вот этой мгновенной вспышки, и тогда, и усердный труд твой будет озарен этими. А если это исчезает, то весь пафос вот этих моих богателек, которые я осознал, это вот напоминает о том, что любые самые даже большие формы, ну, и в прошлом, они пронизаны этой мгновенностью, в виде тем, каких-то, в виде каких-то поворотов. Вот. Если это все убрать, то будет и значительная форма, ну, то, что я говорил, если убрать вот эту богательность из бытховена, так будет бытховенность вообще. Вот. Вот какая-то сердитость такая, но не будет вот этой красоты, которая там пронизана и в темах, и в каких-то чуть-чуть этих, понимаете? И будет вот такой, как бы, торс бытховенский, а не лица. Хорошо вы говорите. Знаете, вот это, поэтому, поэтому, напрасно композиторы, или там, эти, они так вот как-то не хотят этого услышать, я же не, не, это просто очевидная вещь, то есть это, не у меня очевидная вещь, а такие, это очевидная вещь, когда я беру там, Баха, Моцарта, или даже того же Чайковского, слушаю, то там все полно этого. Совершенно верно. Вот этого, и этой мгновенности. Я бы сказал, что вот эта мгновенность, в этих произведениях вечных, в них все время слышен разговор с музами. Правильно? Съемщий. Разговор с музами. Ну, да. Все время слышно, что все время то там, то здесь муза посетила. Ну, да. Мгновением, своим мгновением, да. Вот, а вот тут вот, а тут получается, получается, когда это исчезает, исчезает, и даже, и не только исчезает, а даже делается, делается такое вот, что это вообще невозможно, потому что это пройденный этап, то вот тут вот мы говорим, что значит пройденный этап. Так и тогда пройденный этап, и солнце, и каждое утро пройденный этап, И так далее, и так далее. Владимир Владимирович, Вы позволите чуть двинуться дальше, потому что у нас ещё долгий разговор. Владимир Владимирович, красота – это совершенство, и если это так, то её, эту совершенную красоту, действительно можно лишь, по Вашему выражению, дождаться, то есть вслушиваясь, вдруг услышать. Есть ли лично у Вас некий критерий, помогающий опознать совершенство подаренного Вам неотменимого музыкального текста? И занимает ли мелодия какое-либо место в этом критерии? Ну, во-первых, вот эта мелодия занимает лавенствующее в этом. Это потому что, когда регистр музыкальных средств связан до минимума, это как раз и остаётся мелодия и арпеджио, и всё. Это тот минимум, которым обладал Орфей, между прочим. Но который завораживал весь мир. То есть, вот это. Поэтому тут, получается, кто его знает, тут, когда это всё приходит, ты же не думаешь, что это совершенно, не совершенно. Просто ты чувствуешь живое оно какое-то, и, конечно, живое, потом ты когда видишь, и ты это улавливаешь. Ну, живое для твоего слуха. Это же, тут трудно сказать, так ли это на самом деле для кого-то другого, да? Это должно быть подтверждение уже хотя бы двух-трёх свидетелей, независимых. Тогда это говорит о том, что это не просто мания самого того, кто делает. Хотя бы два-три, а тогда уже может расползаться. Ну, я просто имею в виду, что вот это ощущение какой-то другого типа новизны, не вот такого вот новизны, что когда там царапина или уникальность. Какой-то другой критерий новизны и уникальности. И когда-то это всё приходит вот в таком, как бы, как бы, как это назвать, вот, как вот, есть такое выражение у плотин, 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 да. У него есть такое выражение, связанное с экстатическим, взлететь над знанием. Да-да, да. Вот есть это. В анеатах его. Когда вот ты, как бы, взлетаешь, когда ты восхищен в каком-то смысле от знания, ну, музыкального, ты это всё видишь. Потом, когда ты уже играешь, ты смотришь, оно уже тут. Уже, как бы, уже оно, оно уже, как бы, как бы, хотя бы для тебя, оно преодолело вот этот невидимый, невидимый барьер, разделяющий что от ничто. И оно уже тут. И ты смотришь, так это же вот простая там какая-то там, это, соль, мажор, это простая. Ну, да, это так, но оно уже тут. Потому что, если бы оно, если бы это не было определённое, а я начинал бы с этого, то оно бы никогда не перескочило сюда. Потому что барьер заключался в том, что я говорил, я себе говорил, так это же вот то, оно же уже всем известно. Вот это барьер был. Ну, когда я не говорю об этом, вдруг оно возникает, вот это всем известно, вот то, что мы говорили, что ходячая обычная истина, она переполнена искусством. Ну, только что нужно дождаться, чтобы оно озарилось. То тогда вдруг смотришь, а оно преображено, что все эти вот, все эти терции, все эти, оно смотришь, оно-то терция, и оно имеет логическое какое-то определение, что там это секс-то, мелодия секса и так далее. Но это уже понятийные вещи, наляпанные, но оно уже есть. Понимаете, оно уже тут, и оно имеет какое-то странное ощущение, что если вот этого не было, не было, то оно и не было этого. Вдруг оно есть, а оказывается, оно есть, и сразу попадает в разряд того, что само собой разумеющееся. Но само собой разумеющееся не попало бы туда, если бы оно исходило сразу из самого разума, оно бы не перескочило этого барьера, потому что автор бы не позволил себе, ну, сказал, ну, это банально, там, а это уже было и так далее. Но когда ты находишься в таком состоянии, то оно каким-то образом проскакивает. Это, говорит, о какой-то стратегии, факт, ну, какая-то тайна в этом есть, а не в том, что ты, ну, ну, тайна рождения, что ли. Да, ну, вот эта фраза... А рождение, мы же не знаем, как это, оно родилось, и когда оно родилось, оно уже тут. А что, уже, ну, как вот Камар, говорит, да я уже, я уже как слон, это, это уже ультиматум. Когда, когда есть проскачок от ничто к что, то что, это уже ультиматум. Можно его не замечать, но оно уже есть. Это уже ваше дело, не замечать это. Но оно, если оно действительно перешло, это тогда будет говорить, что эта мелодия похожа там, что это было там у того, или там это было, как вот часто аналогичный случай был с Чайковским, допустим, что, так это шестой симфонии, побочная тема в первой части, так сразу он набросил, что, так это же Безе он украл. Никакого отношения, это все, это все, вот это тот разум такой, как бы, так сказать, унылый разум, он как раз, вот этот полицейский, он как раз не слышит, он слышит вот эти подобия, вот эти подобия, и не слышит новизны. Там новизна у Чайковского, оно-то связано с этим, с Безе, но у Безе была тоже связь, тоже с чем-то другим, а там еще с другим, и так далее, и так далее, бесконечная связь. Все открытия, которые делает художник, сперва окажутся какими-то уникальными, потом смотришь, оно оказалось связано еще с предыдущим, какими-то тайными видениями, и перекодировано каким-то образом. Допустим, вот то, что у Безе было в Каватине, из ХЗ, по-моему, знаменитой Каватине, к финалам, то есть кодой этой Каватины, то у Чайковского стало началом мелодии. Это совсем разные, видите, там конец, а тут начало, понимаете, хотя оно вроде похоже, но раз это совсем другая вещь, это все равно, что если сказать, что если, я вот часто упоминаю, что выхожу один на дорогу Лермонтов, так что, уже дорога нельзя употребить нигде, вы же скажете, что ты Лермонтов, чушь какая-то, это вдруг, если ты выхожу один на дорогу, прямой, так это уже цитата есть. Выхожу даже, слово выхожу, тоже нельзя употребить, можно употребить, вот именно вот это, что один я на дорогу, а что что-то особенного сказано? Обычная, обычная тривиальная вещь, а почему это стало символом гениального стихотворения? Как бы, вот как скажешь, это уже в русской ветруле неотменимый текст. Вот загадка. А это же загадка, как и в этих богателях, надеюсь, я не говорю, что, я только надеюсь, что может быть вот эти вот, вот эти вот мелодии, простые такие, как бы наивные, может они тоже вот как выхожу один на дорогу, а если вот просто знать, и как бы к ним привыкну, так они будут вот такие вот, ну, неотменимые. То есть вот, как-то, как знаете, вот удавшийся текст, ну, это перпетум мобил, это вечный двигатель, вот сколько ни слушай, оно всегда, все лучше и лучше, потому что не в информации там дело. Да. Не только, то есть, первое, информативное есть, а потом даже уже информация есть, просто ты любишь это. Оно, 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 оно опирается не только на твой разум, а на любого, а любовь это вбирает в себя и разумное, и так далее, и ты уже не, ты же любишь не за то, что в нем там хорошо сарифмовано, ты просто любишь это стихотворение, хотя оно подается анализу там и так далее. А вот, и поэтому тут возникает, возникает вещь, что вот эта абсолютная красота, абсолютная, наверное, это связано с любовью, как высшим качеством человеческого, ну, она же тоже разная, разные. И если текст, даже самый, или могучий, или даже самый наивный, простейший текст, любимый как-то, он, допустим, даже если взять там однозвучно, где имеет колокольчик Гурелева, ну, любимая песня, она же очень наивная, любят ее, или, допустим, Пагнесса Гинского, любят, ну, почему любят? Это удавшаяся мелодия, удавшаяся, там уже и ворочают там носом эти самые профессионалы, а тем не менее, они все равно вынуждены считаться, что ну, вот любимая вещь, а им нужно задуматься, почему она любимая, потому что там нет мощи искусства, как такового, но там есть бережное, бережное принятие этого дара, который был подарен в этой мелодии, понимаете? Вот. Да. Это я, кстати, говорил, допустим, в полемическом тоне, говорил однажды об этом знаменитом, об знаменитом лебеде, этого Сен-Сенс. Дело же не в том, что я лебедя считаю, что это вершина музыки, но у меня был такой чисто случайный опыт, что я был в Германии, и там в одном доме остановился, вот, хозяева уехали, я там месяц жил, и там хорошая фонотека, я там слушал немецкую авангардную музыку, ну, современную, и слушал, так сказать, ну, всех таких знаменитых композиторов, там, современных, что Гаузен, там, Ксенакис, ну, и не только немецкие, ну, потом случайно я так смотрю, тут какая-то пластинка, смотрю Сен-Сенс, и думаю, за чего я его взял, поставил этого Сен-Санса, а там как раз лебедь, ну, вот эта пьеса, и вдруг я обнаружил, только что я слушал, ну, не то, чтобы я критиковал, но как-то слушал, и вдруг смотрю этот наивный Сен-Сенс, наивный, я же не поставил там ни Баха, ни Моцарта, а вот такую вот, как бы, простую такую пьесу, ну, любимую тоже, вот, и вдруг я смотрю, куда оно все девалось, все остальное, оно, это Сен-Сенс, стуло как ветром, и я так, я так, ну, что это такое вообще, ну, я на себе это испытал, просто оно, куда-то, как, это вот, а что если бы я поставил бы там Баха или Бетховена, там, так куда бы оно делать, если оно от Сен-Санса, не претендующего, а на франшизе, только на удачные, ну, вот тоже, как бы, богателька тоже такая, на удачную мелодию, которую любят, и даже, может, она уже и надоела, а тем не менее, все равно любят, и она делает такой эффект, так это же, это же тоже урок колоссальный, что же это такое, понимаете, это же урок, это я не знаю, что все должны писать, как Сен-Санса, это урок, как бы, посмотрите, надо что-то с этим, надо на это что-то ответить, вот. Знаете, вспоминается вот в контексте... Ну, это не урок вот тот, чтобы это не путали, что это вот как вот там вот, когда в советское время там, что надо писать, чтобы музыка была простая, там, а то все треп, то все полное, знаете, вот, то, что это вот по внешности похоже. Мне иногда говорят, так это ты же говоришь так, как Жданов, говорю, там, в 48-м году. Я ему говорю, так вот Ладзи, вот у него есть такая высшая мудрость, похожая на глупость, похожая на это, это совсем другие вещи, это опять тоже упирается, слышат да не слышат, видят да не видят. Вот, да, музыка должна быть там такая-то мелодичная, ну, это под мелодию, понимал, тривиальное, обычное, обычное, никчемное, так сказать. А мелодию там-то у Шостаковича Прокофьевна даже и не думал, что то и мелодию. Да дело не в этом. Дело в том, что иногда те же самые слова, один говорит этими же словами истинно, а другой эти слова говорит глупость. Каким это образом? Вот это Ладзи, это я определил. Там вот это чуть-чуть играет, контекст, понимаете? Я еще думаю, что... Да, самое главное не контекст, а просто вот то, что, вот, ну, слышат, слышат да не слышат. Ну, а что ж тут поделаешь? Ну, нельзя же сказать, что ты, другому человеку, что ты неправильно слышишь. Ну, он слышит, как он может, понимаете? Как может, конечно. Ну, единственное, единственное, может быть, тут шанс есть, что все должны знать о такой проблеме. Все, которые и претендуют на что-то, что не слышат, и те, которые не претендуют на то, что они все же... И тот, кто претендует, и тот, кто не претендует, он должен знать об этой проблеме, просто для себя. Чтобы, допустим, тот, кто претендует, чтобы не попался в такую же... Ну, такую, чтобы тот, кто не претендует, может быть, даже ближе к этому, потому что он хоть робко говорит, я не понимаю. Понимаю, хотя бы. Он хотя бы признается, что я не слышу. А ведь тот, кто говорит, я слышу, а ты не слышишь, вот тот самый опасный. Это вот фарисейство называется. И в музыке, и оно распространяется профессионалов со страшной силой. Фарисейство. Вот эта гордость, вполне обоснованная, конечно, гордость своим умением и так далее. Но нужно не забывать, что кроме умения есть еще за пределами этого умения что-то. А вот это вот, что-то, оно, это умение, гордое умение, оно уже даже презирает. Оно считает, что вообще его и не существует. Вот это вот очень важно. Я говорю в контексте вот этого вопроса и разговора о том, как услышать и какие критерии. Я вспомнил Пушкин, это его известно, вскрик Айда Пушкин. То есть Айда Пушкин, Айда молодец, вспомнил, он воскликнул, когда написал. Даже не молодец, Айда сукин сын. Айда сукин сын, да? То есть ясно, что он не говорил, Айда Пушкин какой он. Он поймал вот эту красоту. Он ее услышал, что она поймана. Да. То есть он поймал гештальт, он поймал форму главную. Я просто, я не знаю, я по-моему говорил, что это по сути транскрипция библейской фразы, которая в бытие начинается, что вот Бог там, когда творил мир, вот он сказал, ну это весьма хорошо. Хорошо, да. Похвалил, похвалил. И вот это Пушкинская трезвия, это транскрипция, это любого творца к своему творению. Понимаете, это любого творца к своему творению, но она может быть и ложная, она может быть, ну знаете, эгоистичная и так далее. Но это тоже в природе и материнство, и отцовство, понимаете, это тоже входят вот эти ходячие истины. Да. Понимаете? Но это удивительно, это получается такая мимолетность опознавания. Вот этот миг, он поймал, и он... Потому что у Пушкина выдает, что это не простая любовь такая эгоистичная, а знаете, вот это Айда. Айда. Вот это Айда. Вот это мгновенность опознавания. Да, мгновенность. Мгновенность опознавания. Не такое, знаете, опознавание такое серьезное. Да, да, да. Профессорское. А такое какое-то азартное. Азартное, да-да-да. Вот это Айда как раз и делает это признание нехвастливым, а каким-то трогательным. 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 Они из подваль всегда ведут к целому. Даже если разговор идет кусочный и островной, как вы сказали, что в любом произведении мастера угадывается там, где миг пришел, где муза что-то сказала. Но муза всегда ведет к целому. Всегда получается то, что написано, то, чем мы восхищаемся, то, что вы называете неотменимыми текстами. То есть это интересный такой алгоритм помощи муз. Они не просто подсказывают местами, а они как бы подводят к тому, чтобы... Вот к этому восклицанию Айда Пушкин, к этому целому, как богатели. Вот она есть. Вот она уже написана. Хотя кажется, что какие-то идеи приходили в разное время, и, может быть, между ними даже как-то нет ничего общего. Но на самом деле, вот мне так кажется, что если уж муза помогает, она помогает до конца, до вот этого гештальта, до последней капли, когда Айда, вот оно. Да, Айда. Тут, получается, вот этот богательный стиль, конечно, возник спонтанно без всяких вот этих вот претензий на то, что я потом говорю. Но потом уже, когда я стал размышлять на эту тему, то как раз, понимаете, вот это ощущение богательности, это сведения до малого регистра средств материальных музыки, сведения. Потом в самом названии есть какая-то, не то чтобы не чужительность, но вот как бы художник говорит, ну это пустяк, да, это пустяк. Теперь, теперь так, это пустяк. Теперь я как раз говорю, вот, допустим, замечательная богателька, богателька пустяковая, она в физике есть, ЕМЦ квадрат. Да, безделушка такая. Безделушка, да. Кстати, интересно, Бродский называет стишки. Да, стишки. Вот базилушка, да, стишок там. Стишок, да. Да, да, да. Пара мой драг, пара, покоя сердца. А стишок. Стишок, да. А то, что это гениальное 4-8 строчек, ну так, это уже потом мы, а на самом деле, так сказать, ничего. Да, а теперь, а тут еще возникает какая-то такая иллюзия, ну, которая, конечно же, когда это все делается, то не то, что ты далек от этого, даже вообще и в мыслях нет, но когда ты уже на эту тему как бы размышляешь, то тут вот и есть, и есть вот эта библейская концепция творения мира из ничто. Да. Бог творит мир из ничто, из ничто. Концепция такая, если философская, ну, в частности, вот Якова Семеновича Друзкина, он часто повторял такое, но Бог творит мир из ничто. И вот что мира находится не в самом творении, а в Боге? Да. Вот само творение мира, оно состоит из ничто, но что этого находится не в нем, а оно там, понимаете, оно в этом. И вот это напряжение, этот парадокс, что вроде бы как бы, ну, тварная мира, она же штойная, это штойная. Но вот эта штойность, этот тварный мир не может присвоить. Потому что тут, и тут возникает странная аналогия с этими богателем, что, по сути, богательность, это творение музыки, с первичной, как бы, ну, не абсолютного ничто, абсолютно ничто, ну, недоступное человеку, ну, как бы, как быть, ну, культурного, как бы, ничто. Вот то, что и проявлено в этом названии в отеле, что это вот, что это чепуха. Ну, вот это, ну, оказывается, вот тут смотришь, это чепуха, а я смотрю, это чепухой пронизана вся классическая музыка. То есть, тогда я думал, что это, как раз, вот эта чепуховость, какая-то, это самое, она вот это и есть, аналог какой-то, ну, потому что, если представить себе такое, что художник, каким-то образом, он, как бы, подражает творению мира, ну, невольно. Ну, конечно. Да и невольно, не специально подражает, а как бы, вот, и как бы в другой ослабленной, в другом виде, в другом регистре он это делает. Так вот, как раз вот это и есть. И, кстати, тут была большая концепция, вот это творение из ничто, которое вот Шонберга. Шонберга, да. Шонберга, который пришел вот к этой концепции, что 12 тонн, что мы опять делаем музыку из отдельных звуков, но объединяем их уже своей волей, соединяем там и так далее, в то время, когда тональная система уже имеет блоки слов там и так далее. Ну, это тоже была идея, идея вот такая творение мира из ничто, но она, каким-то образом, что-то в нем было слишком буквалистское. Это было бы, это напоминало бы то, что если бы поэт сказал, что, поэт сказал бы, русский поэт, что поэзия состоит не из слова, а из букв. Понимаете?